Одна свеча Лежет тебя от дьявола. Всего одна свеча и три могилы. В первой могиле лежит злодей. Он может проснуться. Во второй могиле лежит богач с каменным сердцем. Он не оценит твой дар. В третьей могиле спит бедняк. Зажги ему свечу, ибо тепло очень много значит для бедняка. Он даст тебе золото, потому что бедные всегда щедрее богатых. Одна свеча и три могилы. Сокровища ацтеков только для храбрых. Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем прохождение игры Возвращения в Хуарес. Сокровища ацтеков. Очень интересный сейчас монолог произнесен нам был. Даже немножко дущещипательный, если честно. Богач, бедняк, злодей. Всех перечислили основных, как говорится, к стигуре людей. Ах, где я? Мне это приснилось? Я что, сам все делать должен? Я же сказал, что мне надо. Наверняка мальчишка знает где. Скорее всего, сам и спрятал. Ничего, найдем. Лучше нам его найти попозже. Так, ну, видимо, я в какой-то каталажке уже сижу. После встречи с этими бандюгами в шалаше спокойной воды мне... Извини за грубость. Иногда Мэйсон немного перегибает палку. Кто ты такой? А ты не видишь сходства, мучачо? Я твой падра. Чего? Нож картошкой. 5 лет назад твоя мама сбежала с другим мужчиной. Ты был еще в ее чреве. Мой единственный сын. Моя радость и гордость. Я искал тебя все эти годы. Поэтому ты приказал убить ее? Нет, конечно. Ее муж начал стрелять. И мои люди должны были защищаться. Так это что, папашка, что ли, вы его? Блядь. Так ты мой... Мой отец? Охереть. Да, сынок. Они зовут меня Хуарес. Хуарес. Да, это здесь. Мы в моем Айкасаре. Когда мы доберемся до золота, мы будем самой богатой семьей на севере Мексики. Отдай мне медальон, и весь мир будет у наших ног. Медальон? Зачем? Я знаю, твоя мать отдала его тебе. У меня его нет. Он утонул в реке. Сынок. Сынок. Дай мне медальон, и мы будем править миром. Где он? Я же сказал тебе, я не знаю. Нормальные отношения у них. Родительские. Я дал тебе жизнь. Я могу ее и забрать. Где медальон? У меня его нет. Охереть. Я, по-твоему, дурак? А? Делай, как я сказал. Или здесь твоя жизнь и кончится. Медальон — это ключ к тому месту, где спрятано золото. Это загадка. Я шел к ее разгадке столько лет. Но твоя мама, чертова пута, украла его у меня. Из-за гринго бросила меня ради грязного гринго. Ей нет прощения. Любишь ты своего сына. А что, бьет, значит, любит. 17 лет. Ты хватит. Да. Больно. Это я любя. Понятно. Я так подумал. Ты мне где медальон, или пожалеешь, что родился на свет? Где он? Сколько я для вас сделал? Да ты охерел, что ли? Для тебя лучше скажи, че ли это? Говори... Пиздец. Он вообще жив остался после этого? Я имею в виду этот нашим действием. А, водичкой, чтобы проснулся и опять долбить. Но я не сдамся. Ты принесешь мне этот медальон, или... Там. Узнаешь ее? Ее, падре, повезло меньше. Молли? Нет! Мне нет дела, где он сейчас. Принеси его мне. Или я отдам ее моим людям поразвлечься. Развлечься. Ну ты скотинька. Она примет значительную смерть. Я отдам тебе время до заката. Ну что тут сказать. Первая встреча с отцом, как говорится, охерительно удивительна. Отец, я бы сказал, просто совсем не отец. Совсем какой-то неродной как будто отец. Так долбить своего родного сына, ну это глупости, конечно. Но, видимо, у них такая родительская любовь там. Не знаю. В общем, да. Я не знаю, как он вообще сейчас будет на ногах ходить. Ему же от морды там, я не знаю, помидорное наставили красный. Потому что столько раз долбить по морде, и чтобы там чего-то живое еще осталось. Ну я не знаю. Все зубы-то точно повыбивали. Ну ладно, начинаем. С медальона не возвращайся. У тебя есть время до заката. В общем, возвращаться нам придется, потому что они взяли Молли. Вы свободны, но девушка погибнет, если вы не вернете с медальоном до заката. То есть понятно. В общем, таким образом... И меня! Да понятно. Таким образом они меня как бы привязали к этой миссии, и никуда от них не деться. Не убежать, ничего. Придется возвращаться, находить медальон. А медальон, насколько я знаю, мы потеряли в реке, когда упали туда. Когда нас убил, точнее подстрелил преподобный Рэй. И вот медальон после этого потерялся. Помню еще такой диалог с спокойной водой, когда спрашивали, где медальон от матери, который достался ему. Спокойная вода сказала, ну река его, наверное, забрала. То есть где же его теперь найти-то? И это даже как бы совершенно непонятно. Коми-тери какой-то, кеми-тери. Так, в общем, давайте-ка посмотрим еще раз. Ну да. Ну что ж. Слушайте, осмотрите-ка. Теперь мне даже не показывают красные точки, куда бежать. То есть я сам себе предоставлен в данный момент. Совершенно неясно, куда бежать. Ну куда глаза глядят, наверное. Так, я, честно говоря, буду сейчас просто, наверное, бегать в все эти просторы и попробовать разобраться, где что. Так, это что? Это бандюки? Или кто? У меня нет оружия, кстати. Прохода нет, Амиго. Хуарас приказал нам следить за тобой. Но кое-что мы можем сделать. Скажем, за сотню беса мы можем на часок устроить сиесту. Что, Амиго? Все продажные, все продажные, вся таможня продажная. Короче, куда ни плюнь, везде за деньги можно все сделать. Все, что не предусмотрено законом. А такие вот люди, вот такие корыстные гады. Ну что ж. Ладно, сто песа, сто песа. Ну у меня нет ни ста песа, ни одного песа. И здоровье у меня 75. То есть это вот 75, потому что мне по морде настучали, да? Здоровье 75, а не 100. Так, опять свист орлов я слышу. Мне как бы не хочется возвращаться в ситуацию, когда меня будут преследовать опять эта пернатая тварь. В общем, непонятно, куда бежать. Бежим по периметру карты и, может быть, куда-то и набредем. Мы на лошади спускались не с таких высот. Ой, церковь какая-то, да? Давайте-ка осмотримся, посмотрим, что здесь. Не открывается. Так, а залезть как-то можно? Ну давайте кнут сразу достанем, скорее всего. Он нам может пригодиться. А может и не пригодится. В данном случае, наверное, не пригодится. О, а, ну это я просто щелкнуть могу. А зацепиться-то не могу. Здесь зацепиться могу, но смысла нет. Так, открывайте. Есть там кто вообще? Есть живой? Кто-нибудь? Эй, эй. Грустноват, все что-то началось. Так, ну ладно. Тогда побежим дальше. Так же по периметру. Ты застрял, что ли? Давай. Вот, молодец. Кактусы не уколоться бы. Я даже не знаю, конечно, чего мы сейчас должны сделать. Так, ты не можешь залезть. Ни хера себе, ты в такие горы вроде вбегал. Нормально, оббежали все. Вот еще одна дырка. Давайте туда. Тут тоже, наверное, стоят эти. Так, эти подешевле стоят. Там стоят, а эти 50. Хотя народ тут больше. Вот. Жадности поменьше у этих людей. Ну ладно. Все равно, козлы. Все пути мне отгородили, перегородили. И теперь куда хочешь, туда и двигайся. Что мне делать-то? В общем, мне надо что-то решить здесь. Здесь, где мне позволено еще хоть как-то перемещаться, бегать. То есть, что-то надо найти. Карты? Я не знаю, есть ли карта. Карты, по-моему, в этой игре вообще нет. Ну да. Всю дорогу я бегал без нее, и тут вдруг она появится, конечно. Дожидайтесь. Так, а это форт вот этот, из которого я выбежал, да? Так, куда же мы бежать-то тогда, люди? Так, а там что? Что-то вдалеке вот вижу. А, это просто кактус. Я думал, человек сего и отчего и отчего. Да, предоставлен сам себе и беги, куда глаза глядят. Куда хочешь, туда беги. А бежать-то особо некуда. По периметру-то, конечно, побегаем, но я не знаю, найдем ли мы тут что-нибудь полезное, чтобы продвинуться по прогрессу игры. Ну, давайте сюда еще попробуем. Что здесь? Ну да, вот еще. Нет прохода, коврот. Возвращайся с деньгами. То есть, вы даже не сказали, сколько, да? Просто с деньгами. Сколько бы не принес, все, наверное, возьмете. Так. И куда же мне бежать-то? Скажите мне, пожалуйста, на милость. Я, честно говоря, не понимаю. У меня сейчас вообще-то как бы... Вообще непонятка полная, что делать. Так, братан, вы че? Что мне делать-то? Я к церкви какой-то добежал там, да? Ну, я и зайти туда не могу, и пройти не могу никуда. Так, я здесь бегал, я здесь все пробежал. Да, ну тут вообще-то как бы... О, кладбище какое-то. Смотрите-ка, я здесь не был. Давайте-ка заскочим. Ой, пацан какой-то стоит. По-моему, с ним надо поговорить. Однозначно с ним надо поговорить. Давай-ка, паркуйся, паркуйся. Вот, все, стоп. Пацан, ты че делаешь-то на кладбище? Эй, сеньор. Да? Вам нужны деньги? Конечно. Я вам дам сотню песо, если вы похороните моего отца. Но только что по первому классу. Ну? Я согласен, мне как раз нужны сотни песо. Мальчик предлагает вам 100 песо за то, чтобы вы похоронили его отца. Если вы согласны, наведите курсор на мальчика и нажмите F. А че с твоим отцом-то случилось? Все как-то грустно здесь. Все умирают. Ну, давай похороним, господи. Конечно, надо. Все. Покойся с миром. Пару слов про моего отца. Я же не священник. Деньги вам нужны или нет? Так он же не знает его, чувак. Господь, мы собрались, чтобы почтить память... Как там его звали? Артура. Да, Артура. Он был хороший человек. Добрый человек был. Мы с ним прощаемся. Но Антонио... Артура. Артура навеки останется в наших сердцах и в гробу. Ну ладно, я похоронил Армандо. Артура. Какая разница? Деньги давай. Какой ты жжатый. Я бы рад был дать вам сто песо, но у меня нет сто песо. Сколько у тебя есть? Ничего. А вы что, поверили, что у ребенка есть сто песо? У меня есть только этот ключ, но он от ризницы в заброшенной церкви. Возьмите. Так, ну нам надо как раз... Найдется что-то ценное. Это, наверное, больше поможет. Ой, сеньор. На будущее запомните. Бедняк всегда щедрее богача. Это мы и без тебя знаем. Это жизненная мудрость. Все это ясно. Так. Побежали к церкви, да. Нам, походу, дали ключи от нее. Мы теперь можем туда зайти. Сюда или сюда, я уже не помню, куда бежать. А, во, все, красный маркер появился. Отлично. Теперь мы хотя бы можем ориентироваться по компасу, и нам будет проще. Ну вот и церковь, к которой нам надо добежать. Сейчас мы тут ее, наверное, сможем уже открыть. Да? Правильно? Ну, конечно. Зря лопатой махал. Почему это зря? Тебе ключ дали, чувак. Я сохранюсь. Да, Мауля. Так. Опасен, живуч и непостижим здравым умом. Разыскивается за разработку мимики персонажей в игре «Сокровище от стейков». За сие преступления заработал прозвищ человек в дубовой маске. Ну, по морде видно, да. Ты как будто в дубовой маске. Ну, ладно. Морда у тебя такая еще та, блин. Шарабановская. Что нам тут делать? Забраться мы здесь, как видно, не можем. Идем дальше. Чуть под ногами тут такой дрыгается. Это вот эти деревяшки, что ли, стучат? Открываем. Пошли. Три могилы. Три могилы? Постойте-ка. Одна свеча и три могилы. Где зажечь ее? Как там было? Надо ли зажечь могилу бедняка? Только как узнать, что это бедняк? Тверстия в крестах такие же, как на моем медальоне. Ну и хорошо. А медальон сам у тебя есть? Во второй лежит богач с каменным сердцем. Он не оценит твой дар. Это он вспоминает слова матери, что ли? Он запомнил это все наизусть. В третьей могиле спит бедняк. Зажги ему свечу. Ибо тепло очень много значит для бедняка. Он даст тебе золото, потому что бедное всегда щедрее богатых. Золото. Блядь, а сам-то как ворона золото. Блядь. В первой могиле лежит злодей. Тшшшш, он может проснуться. Представляю твою рожу и удивление, когда из могилы кто-то вылезет. Если он вдруг проснется. Так, и что? Давайте вот так вот сделаем. Как он выглядел? Я почти вижу его перед глазами. Вот тот камень. Точно. Это вход. Бедное всегда щедрее. То бишь... То бишь... Медальон нам не нужен, он помнит, как он выглядел. Только самое, знаете, что интересное? Вот прикол. Если посмотреть под другим углом, мы можем увидеть совсем другой камень. Вот тот камень. Точно. Смотрите. Это же глупость. Ну ладно. Бедное всегда щедрее. Не будем критически тут относиться ко всему этому. Ну на самом деле, если он под углом посмотрит, то камень-то совсем может быть другим. Или вообще не камень. Так, вот вижу вот тот на тот показывал. Пойдемте его шевельнем, что ли? По кактусу. Ну так, проверяю на всякий случай работоспособность хвоста. Мало ли. Так, где? Вот это, да? Нет, его так не сдвинуть. Слишком тяжелый. Уронить на него что-то надо, да? Так, и что? Вот туда залезть и что-то оттуда уронить. Вон, вижу камень. Ага. Ну. Нихера себе. Вы чё? Чё за головоломка? Чё за ребус? Там, там, там. Там, 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 там. А, пролезть. Или что? Так, наверное, дойти до туда как-то надо, да? Ну, у нас кроме хвоста ничего нет. Мы ни швырнуть, ни стрельнуть ничего не можем. Нам придется, значит, проходить как-то туда. Ну, видимо, по вот той траектории, которую сейчас прорисовали нам камерами. Направили. С этой стороны я, по-моему, могу залезть уже куда-то, да? Вот доска. Так, достань ты хвоста. Так, ничего, да? А вот. Вот здесь. Это могу забраться? Могу. Всё, могу. Могу и вышивать умею. Так, и чё? А вот. Давай сюда. Не, не, нормально. Есть кто-нибудь? Кто там? Может спуститься, посмотреть не стоит. Или стоит? Да ну нахер, пойдемте. Всё понятно. Короче, нам камерам показали путь. Как идти? Как идти до этого камня, чтобы столкнуть его сейчас и сдвинуть тот основной. И открыть этот путь. В сокровищницу от стеков. Только я вот не пойму. Вот этот вот Билли, он сам по себе, как вот, как самый настоящий, богаче себя ведет. Жадный до сокровища. Бедняк-то не должен так суетиться-то из-за каких-то там, не знаю, из-за какого-то золота. Хотя, в нашем мире все люди уже давно испорчены, поэтому ничего страшного. Всем прощается. Золото это всегда хорошо, да. Тут уже ничего не поделаешь, не попишешь. Так. Птица-то меня не будет сейчас преследовать? А то что-то я слышу, она там визжит где-то на фоне. Так. Так, 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 и туда, да. Ну всё, могу дойти. Ну пойдемте. Зачем такой тергистый путь делали? Вот так вот витьеваты, змейками. Я же все равно без оружия, без всего. Мне просто это пройти. Тут даже никакой стрельбы не нужно. Тут просто идешь и идешь. А это вот на ущелье охраняют как раз эти придурки. Вон они стоят, да. А я уже с этой стороны придурки. Охраняют они, молодцы. Вот и охраняйте там, стоите. Так, ну я должен по этому дереву как-то зацепиться. А вот, вот, вот. Так, а что-то как-то... Может отсюда? Ну давайте вот так вот попробуем. Нормально. Отлично, всё получилось. Прыгать я ещё не разучился. И это замечательно. Так. Здесь, здесь дорога... Нет, ну она куда-то тоже ведь идёт, да? Ну ладно, нам главный камень это сейчас сбросить, сдвинуть тот. И мы, наверное, попадём в эту сокровищницу, в эту пещеру, в которой сокровище находится. Так, два развилка, два пути. Давайте сначала вот этот вот путь. Ну, есть подозрение, что они сейчас сойдутся, эти пути. Точнее, есть подозрение, что надо было по тому пути, потому что я пришёл, маус не туда. Мне надо было туда прийти, да. Ну что ж, неправильно я пошёл. Интуиция меня подвела. Думаю, ближе к стеночке путь более правильный. Да нет. Не всегда так оно бывает. Не всегда. Ну да, вот, вот мы правильно пришли. Теперь мы смело можем зацепиться сюда, прыгнуть сюда. И продолжить путь до того камня. Так, ну тут забраться просто. Тут всё элементарно. Так, где убежица к финалу, я так понимаю? Сейчас мы найдём сокровище и... Ну, или что-то начнётся, я уже не помню что. Либо... Либо всё кончится, блядь. Я думал сорву сейчас. Нет, не сорвался, нормально. Так, а что я слез-то? Нормально что-то было-то. Так, мне сюда и надо. Отлично. Так, я почти подошёл. Всё, я напротив церкви. А вон и камень тот. Всё, сейчас мы его скинем. Ого! Я кнутом-то тебя тоже могу, да? Нет, не могу. Так, а как? Погоди-ка. Погоди-ка, не спеши-ка. Чего делать-то? Ага. Всё, я понял. Так, а может не очень? Нет, ну, скорее всего, сюда надо забраться. Так, а могу я зацепиться здесь? Не могу? Чё, правда не могу? Блин. И как? И как это понимать? Сделать-то мне что надо? Я вроде бы, ну не знаю, запрыгнуть я туда не смогу, наверное. У меня не получится. Слишком далеко. Так, вот на ту сторону бы как-то перейти? Или вот сюда бы залезть? Но сюда я тоже не смогу залезть. Здесь не предусмотрено, видимо, это. Так, у меня опять непонятки. Так, а если разбежаться, всё-таки попробовать запрыгнуть? Да нет. Нереально. Нереально. Надо что-то другое делать. Тут явно что-то надо сделать, что не должно быть так сложно. Просто какое-нибудь элементарное действие, которое всё это и выполнит. А, во! Блядь. Во! Прям камень специально стоял для этого места. Прям точно. Так, дырка, да? Ну всё, мы тут можем сразу срезать. Точнее, как срезать? Просто спрыгнуть. Так, погодите-ка, запишусь. А то знаю, как он прыгает. Как раскоряка Верочка, блядь. Во-во-во-во-во, аккуратненько. Одна свеча и три могилы. Ну да. Сокровища ацтеков только для храбрых. Ну пойдём, мы храбры. Мы можем. Залезай. Ой, какой короткий эпизод. Ну что ж, друзья, давайте продолжать. Эпизод совсем был короткий. И это даже не полноценная какая-то серия получится, если сейчас закончить. Да и скучная она какая-то, потому что здесь даже больше угнетающая атмосфера какая-то. Особенно вот эта похорона, когда мальчик попросил похоронить отца. Прям как-то даже неприятно всё это стало. Ну, не знаю. Он, конечно, вроде бы как правильный мужик, а одновременно какой-то жадный тоже до золота. Всё, вон, лазит, ищет. Ну, вроде бы как у нас наконец-то получилось его найти. И, ну, точнее, не само золото, а хотя бы лазейку, как до него добраться. Сейчас, наверное, начнётся какой-нибудь замес. Не может всё так просто быть. Я помню, что должен быть ещё какой-то замес. Не просто же я дойду до сокровищ, вот они, и по карману простою, и всё. И ищи меня с вещей. Нет, конечно, тут наверняка сейчас будут какие-то проблемы. Однозначно. Без проблем мы жить не можем, без проблем никак. Паутина. Доберитесь до золота ацтеков. Так, а ну-ка, посмотрите, откуда я прыгнул-то. Нихера. Вот ты вот как вот ноги-то здесь не переломал. Вот ты с таких высот прыгаешь, иногда убиваешься, а здесь-то как. Ну, ладно. Ой, блядь. Ой, блядь. Так, кнут! Как ты меня укусил? Ой. Ой. Фу, гадость. Я же говорю, не люблю змеи и пауков. Гады, блядь. Зачем вы это сделали? Так, меня поранили, но не сильно. Ой, я за столоктии-то могу цепляться-то. Так, ну ладно, мы это обязательно применим, но сначала мы пройдёмся сюда. Сюда. Есть. Фу. Хорошо, хоть кнут есть. Так, залезай. Это вот то место, где... Да-да-да-да-да, это вот то место. Ой, блядь, сколько у вас тут, гадов! Мерзопакостные! Так, ну, я, наверное, зря. Ладно, сохранимся, возьмём, потому что сюда мы вряд ли ещё вернёмся. Я так чувствую, что хрен тут получится вернуться. Нам, наверное, не будет нужды сюда возвращаться. Поэтому, да, ради 6% я взял бутылёк. О-о-о-о-о-о-о-о! Пацаны, пацаны! По одному! Да почему? А-а-а-а! Закусаем сейчас! Да, блядь, ребята, вас до хера! Фу, надо прицельно бить. А они меня поджали, я мог бы задумать, конечно, сдать. Но чё-то как-то застрял. 54%! Понятно, для чего там был пузырёк-то. Так, пауки это отвратительная мерзость, которую я терпеть не могу. Сейчас главное, чтобы не найти какую-то... Самку паука, блядь, не встретить. Во, бутылёк! Ну, пауки тут по-любому рядом с бутыльками всегда бывают. Нет? Ну, ладно. Нам на руку. Нет и нет. Туда нет, сюда нет. Хорошо. О-хо-хо! Ребятки! Сейчас я вам устрою. Один! Так, не достал. Готовы! И не потратил ничего. Знай наших. Записаться. Записаться, говорю. Вот. Видал ту маленькую пута? Красотка, а? Я бы... Забудь, Хорфе. Хуарес держит эту чо-чо для себя. Ха! Она ему когда-нибудь надоест. Эй! Это что такое? Кто там? И я там. Эй, ты! Эй! Да, я здесь. Че? Вниз что ли стреляете или че? Я даже не понимаю. Они, походу, про Молю говорили. Ну, мне так показалось. У меня есть такая, как бы, догадка. Уж не знаю, так оно или не так, но... Догадка-то есть. Слушайте, мне надо здесь перепрыгнуть, я думаю. Давайте я попробую перепрыгнуть. Нормально, я перепрыгнул. Как они меня увидели-то? Слушай, тут бутыльков прям вагон. Проблем здесь особых нету со здоровьем-то. Я, конечно, не знаю. Может, пауки меня должны были сильно напрячь. Но так как я играю на легком уровне сложности, видимо, они не выполнили свою миссию для того, чтобы меня напрячь. Все оказалось достаточно просто. Блин, ни хера у них тут пещеры. А красиво. Ну вот, блядь, ну... А как я еще должен был спуститься? Блядь, вот за эту херню я должен был зацепиться. Так. Загрузка. Не, ребятки, извините, но 28%, даже если выйдут паучки, мне как бы не хотелось бы с 28% с ними встречаться. Поэтому давайте-ка заново. Тут, тем более, я недалеко ушел. Ну и чего? А, во. Все нормально. Давай на камень. А то у меня такое ощущение, что и тут большая высота для тебя. Нет, нормально, все. Приземлились. Удачно. Здоровье не потрачено. Сохранились. Удачно. Двигаемся дальше. Так, а я могу в эту воду залезть? Ну, я не знаю, так просто. Он даже плавает. Какая тут интересная поверхность просто. Какая-то изъеденная вся рытвами, рытвенными. Так, и куда мне? Так, давайте-ка вот туда вот. Центральную вот эту арку. Вот эту дырку. Так, заберешься? Нет? Не может. А здесь? Здесь я чувствую, ты вроде как пытаешься. Ну, ладно. Нет, так нет. Так, а вообще из воды ты можешь как-то выпрыгнуть? Вот. Блядь, только не говорить, что я сейчас застряну. Не надо. Не надо мне тут застревать. Не хочу. Так, вижу, что ничего не вижу. Кроме ящика вот этого. Блядь, очень напоминает такое, знаете, во многих игрушках, как будто большое паучье гнездо, и сейчас вылезет здоровенный паук. Но это не фантастика, поэтому пауков больших здесь не должно быть. По прозвищу Шлинью разыскивается как главарь банды художников, приведший ее к вратам ада. Приложил руку к написанию сценария игры, подозревается в злостном ограблении собственных подчиненных, знает все или, по крайней мере, уверен в этом. Ну, ладно. Какой-то не очень-то уж и страшный человек. Писали и хуже про других-то. Так, сюда. Не знаю, я что-то по кругу, по-моему, дал, да? Я вот тут же спустился. Да, я круголяк навернул. Ну, тогда давайте сюда сходим. Мы сюда-то не ходили. Ходили по часовой стрелке, а против-то не ходили. Пойдем против. И вот я вижу сразу какой-то подъем наверх. Мне, наверное, туда и нужно. Что ж, давайте. Так, а это... Это ничего, это просто... Это просто какая-то херня. Туда можно, конечно, зайти, я не знаю. Ну, я, наверное, по кругу опять пройдусь, и все. Там, наверное, скорее всего ничего нет. У меня есть такое подозрение, что это единственный путь. Ну, да, вот, видите. Выходим и опять к этому водоему попадаем. И просто идем по кругу. Я думал, у меня глаза долбятся. А это, оказывается, действительно какой-то глюк. Текстуры плывут, видите? Да, текстуры просто берут, плывут. Так, и чего? И куда я попал? И что мне здесь делать? Что-то непонятно. Ну, хорошо, я здесь, и чего? Так, а может мне и не сюда вовсе? Так, здесь точно ничего нельзя тут это... Скинуть, ударить, нажать. Так. Дело принимает неожиданный оборот. Я уже не знаю, куда мне идти. Да-да, не знаю я, куда мне идти. Не, а на самом деле, куда мне идти-то? Вот этот подъем, он что, зря сделан, что ли? Он же прям напрашивается, чтобы поднялись, и что-то там было. Но ничего нет. Ну, давайте здесь пройдем, как хотели. Я не знаю, но здесь-то тоже нам ничего нет. Блядь, у меня компас есть, я постоянно на него забываю смотреть. Надо... А, может мне по воде? Там какой-то водопад, может мне туда прыгнуть? Ой, а сколько там дырок-то разных. Давайте попробуем. Ой, что ж, звук такой. Сирены поют, ё-моё. Да, ну мне явно сюда. Так, и музыка началась. Еще раз запишусь. Подстраховка, подстраховка. Как я говорил, она никогда никому не мешает. Так, там высота большая, мне сюда. Там я просто сразу упаду, я чувствую. Блядь, я, кажется, упаду, блядь. Как я, блядь, так не увязался-то, господи. Давай, запрыгнем. Есть. Нихрена себе, просто за край зацепился хером. Так, давайте-ка заранее здесь зайдем. Вот отсюда прям начнем. Заплыв. А то течение сразу сносит, и все. Так, давайте-ка запишусь. А то второй раз поплывать не хочется, если вдруг что-то случится со мной. Ну, а ты сразу автосохранение мне в помощь. Спасибо, ребят, вы, как всегда, вовремя. О, какие провалы, какие расщелины, блядь. Нет, нам точно по ступенькам идти. Давай. Чего? Давай, прыгай, мужик. Блядь. Ты че не залезаешь-то? Вот. Так, а обход-то не зря тут, наверное, или это не обход? А, это не обход. Я думал, убайки можно. Нет, нельзя, как видите. Так. Тут уже что-то напоминающее следы былой цивилизации. Давай сюда, давай сюда, и сюда. Да, я такое ощущение, что я приб... Ух ты, вот это зал. И пауков дохера, блядь. Так, ну давайте. Да почему ты не попадаешь-то по нему? Есть. Есть. Всех перебил вроде, да? Фух. Ага. Ребус. Или лабиринт. Так, мне либо по этим, либо наоборот их избегать. Бревно сверху, которое, наверное, меня собьет. По-любому. Ой, блядь. Фак. Прямо аж напугало даже. Так, ладно, не надо быть такими импульсивными. Мы сейчас аккуратненько, спокойненько. То есть, понятно. Я знаете, что сделаю? Я вот так сделаю. А все равно задело. А, ну 99%-то это херня. А, так оно опять там залипло и в обратную сторону полетит, что ли? Охуенно. Ну ладно. Поняли. Не прокатит его этот механизм разрядить. Он всегда взводится. Так, сохранены. Так. Да ну нахер. Без разгона там не пропрыгать. Я обязательно наступлю на какую-нибудь соседнюю плитку. Есть. А я вот сразу возьму и запишусь. Вот сразу. Есть. Пагигональки. На кратчайшем расстоянии. Так, запишусь. Каждый свой шаг буду записывать теперь, блядь. Каждый свой шаг. Каждый вздох. Есть. Так, я уже достаточно далеко. Фрески такие интересные. Есть. Чё это? Чё, блядь, там? Я даже поворачиваться не хочу. Ну нахуй. Ой, тё, 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 нахуй. Чё там было? Фу. Я просто бежал, блядь. Тут не без поворотов, без поворотов. Если бы, наверное, повернулся, сразу бы огрёб. Ножи как будто за мной какие-то. Вау, вот это куча. И всё золотая. Так, я слышу чьи-то шаги. Кто-то за мной следил, да? Ах ты, падла. С дороги, урод. Договаривались вроде как вместе. Я знал, что ты найдёшь путь к золоту. И проследил за тобой. Почему ты солгал мне? Я не лгал. Ты предал меня, как твоя мать. И теперь умрёшь, как она. Ну ты скотина, блядь. Убить его! А ему повод только нужен был, короче. Так, понятно, бежим. Бежим. Бежим, 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 блядь, бежим. Куда? Чё дальше-то? Рычаги. Нажимаем. Ага, всё, ясненько. Прыгаем, бежим. Блядь, давай, давай, давай. Вот эта херня должна высунуться. Отлично. Да пошёл ты нахер в аду. Ты первый туда, а я потом уж как-нибудь попозже подойду. Так, всё нормально. Так, всё, успокоилось всё, да? Да кто это насочинял? Кто это напридумывал вообще? Неужели ацтеки такие механизмы делали? Да если бы они такие механизмы делали, они бы вообще были самопередовой расой тогда. Давай. Так, уже не очень хорошо. Так, я чё-то не понял, они... Оооо! Обстреливать меня вздумали, да? Так, а как вы заберётесь сюда? Вы тоже сможете, нет? Я же вроде как от вас убегаю. Карабкаюсь. Вы карабкаться-то, наверное, не сможете. Хотя хрен вас знает. Так, ладно. Ну пока... Нихера не уж наверху. Да вы чё, ребятки. Да пошёл ты. Беги, 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 беги. Беги. Беги, спасай свою задницу тощу. Беги. Да, знаю, как вы разговариваете свинцом, блядь. Давай, куда, чего-нибудь сделай. Завали проход, блядь, похеру. Ой, чё это такое? Чё замазать? О, нет. О-о-о-о-о-о. А-а-а, он уже понял всё, да. То есть он уже не враг. Эпизод 13, ребята. И что у нас происходит? Преподобный Рей нас нашёл. И при этом не застрелил. А всё просто, потому что он наконец-то понял, что Билли-то может быть не виноват. Или вообще не виноват. Так, извиняюсь. У меня тут телефон звонит. Сейчас временно отключу звоночек, потом перезвоню. Ну ладно, в общем, я думаю, мы на этом эпизоде, думаю, закончим. На концовочке этого эпизода. И, наверное, сейчас начнётся новый вот этот 13-й я запишусь. Ну давайте дождёмся, в общем. Что можно прокомментировать преподобного Рея? Наконец-то его осенило правильная мысль, правильная мысль. Надо разобраться сначала, а потом уже стрелять. Это первый закон. Второй закон. Не надо относиться предвзято к людям. Да, это второй закон. Ну это так, напутствие для преподобного. Представляете, я ему напутствие даю. Вот я такой молодец. Нажмите любую клайшу. Поехали. Всё хорошо, мальчик. Я ошибся в тебе. Я виноват. Сейчас я понимаю, что Господь на твоей стороне. Иначе ты был бы уже мёртв. Это я виноват. Но я исправлю свою ошибку. А ты беги. Я помогу. Нет, теперь это моё дело. Я должен искупить мою вину и молить Господа, чтобы простил мне грех гордыни. Спасайся, мальчик. Господь указал мне спасти эту девушку и покарать тех, кто посигнул на неё. И когда кончат они свидетельство своё, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьёт их. Ну, пиздец вам, пацаны, блядь. Вот машина смерти пришла за вами, короче. Теперь-то уж вы не отвертитесь. Рэм-то я сейчас тут всех расколочу. Ну и что, козлы? Зарядка. Пистолеты у неё просто коронное оружие, он ими всех раскидывает направо-налево. Бомба! ТНТ! Да идите-ка нахер, подожду. Так, меня ещё и зацепило как-то. Не, ну, ну просто хорошо, просто хорошо. Давайте, дробовичок, сейчас будут отлетать. А, это винтарь. Так, зарядка. Ну ладно, давайте винтарь. Тоже неплохо. Просто неплохо. По-моему, в голову не обязательно целиться из винтаря, сразу убивает в любое место. Ну, кроме ноги, наверное. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хотели мне пустить, получили сами. Это Рэй, преподобный Рэй. Всемогущий Рэй, короче. Бац, тебе в башню. И готов. Аж даже ударение, правильно сказал, в башню. Так. Листовка, что ли? Давайте. Разыскивается за подрывную деятельность против системы сокровища ацтеков в форме создания братства вечного маркетинга. Сия мерзостная шайка пыталась искоренить в игре все, что может не понравиться публике с самого невзыскательного пошива. Пошива. Пошива? Ну, пошива, правильно, наверное. Опасный демагог. И у опасных демагогов по жизни много встречается. Особенно на работе. Так, ну, вся та же ситуация, что мы поднимались, теперь мы спускаемся. И свершаем правосудие над вот этими вот ублюдками. Безбожными тварями, да? И это у нас неплохо, блять, получается. На, держи. Только в путь отлетают вообще. Только ноги в кадре. И ботинки слетают. Да, если бы они... Это я. Я десница господня. Это я, да. А ты кто? А ты батя, блять, били. Многие пытались, падре. Но видишь, я до сих пор жив. Ты и правда думаешь, что сможешь убить Хуареса? Вообще легко. Хуарес? Так это ты убил моего брата? Твой брат украл у меня жену, падре. А я не терплю воров. Ты ведь тоже пришел меня обократь. Готовься к смерти, каброн. Интересно, кто тебе сказал, что сокровища твои, а? Ооо. Ты посмотри, они бомбами кидаются. А это не слабо. Ух, босс, что ли? Первый босс в игре. Ты что там лупишь? Это мне мать что-то какой-то. Нихера. Опасный черт. Надо сначала устранить сеть всех ублюдков, короче. А потом займемся непосредственно Головаревым. Убежал, да? Эй, ребята, не-не-не-не. Пойдемте-ка за аптечку. Вон там аптечка упала. Многие пытались, но ни у кого кирасы такой не было. Так что... На-на. Ой, слетел. Слетел, слетел. Да ну нахер, у тебя бомбы какие-то зверские. Так, дай в башню. В башню сколько я тебя отниму? Нормально я тебя отниму в башню. Бегай, бегай, там тебе не поможет. Попал по мне, да? Да я буду стоять вот здесь в присяг. На нахер. Че, засал, да? Так и надо. Какая же ты гнида, а? А потом сожжем заживо. Ты слышал меня, падре? Золото за девчонку. У тебя есть время до полудня. Какой мерзостный тип, а? Пристрелить собаку. Ну что, ребята, эпизоды тут все один короче другого. Я думаю, предстоит финальная битва вот с этим Хуаресом. Ну, что-то в этом роде будет. Давайте отложим это до следующей серии, потому что тут серия получается и так плотной по эпизодам. Я не знаю, уже второй или третий эпизод. У меня что-то со счета все сбилось. В общем, до встречи, ребята, в следующей серии. Всем пока, до свидания и обязательно смотрите.